Добрый вечер. Сейчас мы с Павлом Николаевичем Грудининым в Абакане. Я, Чойгана Сиденол, член КПРФ из Тувы, специально приехала в Абакан, чтобы встретиться с вами и задать всего несколько вопросов, если можно. Прежде всего, хотела бы выразить вам слова поддержки от коммунистов Тувы. Мы надеемся, что вы выиграете все суды. Вам завидует вся Единая Россия, поэтому вставляет палки, колеса все время. Мы так считаем. Мы суды, скорее всего, не выиграем, потому что не для того меня снимали с выборов, чтобы потом допустить. У нас, к сожалению, нет судебной системы, которая была бы независимой. Но мы точно знаем, что мы правы и что народ на нашей стороне. И это гораздо более ценное, вот это знание того, что люди с нами, чем даже какие-то суды. Но, понимаете, коммунисты же пошли на выборы единым фронтом большим. И в том числе вы кандидатом являетесь. И мы хотим заменить жизнь к лучшему. Даже если один боец каким-то образом погиб, это не значит, что вся армия, скажем, бросила эту работу. И поэтому мы вместе пойдем дальше и победим. Значит, у нас общие взгляды. Я тоже проходила через этот путь, судилась там. Но проиграть суды, это не значит проиграть и дальше, да? У нас остаются же наши взгляды. Это абсолютно право, да. И главное, чтобы, понимаете, как у нас есть поддержка населения. Да, это самое главное. У нас есть понимание, что вот мы сегодня были на встречах в Абакане, в селах, которые рядом. И все нас поддерживают. Нет ни одного человека, который бы сказал, знаете, вот вы не правы. Потому что мы предлагаем с вами то, что хотят люди. Чтобы пенсии были больше, чтобы учителя, которых вы представляете, получали нормальную достойную зарплату. Причем эта зарплата не должна зависеть, где учитель учит. Зарплата, например, в Москве и в вашей школе в малокомплекте должна быть одинаковой. Потому что дети одинаковые. Это дети нашей страны. Поэтому мы с вами в нашей программе делаем все для того, чтобы люди поняли, что надо прийти и за нас проголосовать. Да. Я уверена, что мы добьемся своего все равно. Да. Несмотря ни на какие суды, мы своего все равно добьемся. Потому что мы правы, да? У нас правое дело. Ну, сейчас я задам, вот, я хотела бы узнать ваше мнение, как у прекрасного хозяйственника. У нас республика животноводческая. Знаете, вот по статистике на конец года у нас 337 тысяч крупного рогатого скота, 1 миллион 300 мелкого рогатого скота. Ну, имеется в виду козы, миллион 300 баранов. И козы, и бараны, да, все вместе. КРС это все вместе. И вот, понимаете, у нас вот такого производственного, вот, такого нету. Мы выбрасываем шкуры, выбрасываем шерсть. Вот на нашем месте, что бы вы сделали? Понимаете? Вот имея вот такой скот. У нас в Сахозе тоже есть крупный рогатый скот. Конечно, немного, 1100 голов. Вот. Я точно знаю, что мясо, ну, коров, говядину, да. Ну, это мы, конечно, не выбрасываем. Баранину. И все остальное нужно производить, когда богатое население. Потому что, к сожалению, когда население становится бедным, оно перестает есть мясо красное, и начинает есть курицу, а потом вообще перестает есть мясо. И если в среднем в мире потребление мяса и мясопродуктов 120 килограмм на душу населения, то у нас в России только 77. То есть получается, что мяса нам не хватает. А такие регионы, как Туа, они могут производить гораздо больше мяса, мясопродуктов, а также вот продуктов, которые вы сейчас назвали, шкуры, ну, и все остальное. Потому что новые технологии позволяют из всего сделать что-то полезное. Я как-то видел один западный фильм, там свинью разложили на 150 всяких вещей, которые можно сделать из свиного мяса, из копыт, из шкуры, из всего остального. 150 вещей. 150 вещей, да. Вплоть до резины, которую делают для машин. И это новые технологии. И поэтому, когда семья заканчивает свою жизнь, она полностью, все приносит пользу людям. И вот эти новые технологии надо применять. К сожалению, у нас в России получилось так, что мясо, к сожалению, много не едят. Нам еще 50 килограмм на душу населения в год надо добавить мясо и мясопродуктов. Потом мы начинаем, к сожалению, завозить молочные и мясные продукты из Белоруссии, из других стран, хотя можем все производить сами. Когда-то в России было 65 миллионов коров, сейчас осталось только 8. И это очень плохо, потому что это в том числе и рабочие места в деревне. Мы сегодня ездили в ряд крупных сельхозпредприятий, и все они говорят, что нас задушили тарифы, цены на солярку, налоги, цены на удобрения. А корма производителя, все нужное удобрение. Поэтому если мы изменим государственный подход к экономическим условиям жизни, в том числе и на селе, если мы начнем вкладывать в силу деньги, а помните, наша партия сказала, что минимум 10% бюджета надо вкладывать в сельские территории. Тогда люди начнут оставаться на этой земле. Мы же с вами жили, а если вы помните, в Советском Союзе, там же поддержка сельского хозяйства была совершенно другой. И люди старались не уезжать, они жили хорошо и в деревне. Поэтому у нас есть программа, план. И если мы с вами победим, вы у себя в ТВ, я вместе со своими сторонниками в Государственной Думе и везде, то мы с вами бы очень быстро сделаем жизнь людей, наших земляков легче, лучше, богаче. Да, конечно. А если бы вы были, например, допустим, туинским фермером, и у вас был бы скот, что бы вы сделали? А государство не помогает. Понимаете, вот самое сложное. У вас только свои силы, у вас только свой скот есть, а никакого оборудования нет, что бы вы сделали? Вот честно, развивать сельское хозяйство можно только в двух случаях. Первое, когда будет богатое население, а второе, когда государство обеспечит доходность сельского хозяйства. А у нас богатого населения. А у нас с вами другая ситуация. Почему мы с вами не много? А тогда что остается делать фермеру? Что мы должны прежде всего сделать, все фермеры, все сельхозпроизводители? Прийти на выборы и проголосовать за программу КПРФ. Только так, да? Если да, потому что, что бы вы ни делали, ну, во-первых, вы все равно... Если у государства нет конкретной программы помощи фермерам, тогда... У нас сейчас интересная ситуация. Государство говорит, что у меня есть программа, ну, не государство, а вот власть имущая, вот эта партия власти, которая сейчас все это делает. Сказали, у нас есть программа, но денег мы на эту программу не выделяем. Потом мы гарантируем, что вот вы произведете, но не гарантируем, по какой цене мы купим. А вот что они нам гарантируют? Повышение цен на энергоносители, огромные тарифы на электричество. Они вам гарантируют, что в любом случае вы не получите дотации, вы получите кредиты, которые невозможно потом отдать. Потому что, если ты хочешь поднять цену на мясо, мясопродукты, ну, и другие там составные производства, то ты вынужден найти население, которое богаче. А население беднеет восьмой год подряд. И поэтому мы с вами ничего не сможем сделать, пока не придем к власти. Пока не поменяем, а вот что предлагает КПРФ? Минимум 10% бюджета России должно быть направлено на село. И, кстати, это не новость, это все разговоры о том, что рыночная экономика в западных странах, в западных странах, 50% от дохода фермеров, это помощь государству. То есть дотации, да? Дотации. Не кредиты, кредиты вообще ни при чем, а именно прямые сигналы. Они просто поддерживают фермеров, чтобы получить чистую продукцию. Чтобы получить экологическую чистую продукцию, да? Это в развитых странах. И для того, чтобы люди не уезжали из деревни. Потому что доходы в деревне должны быть гораздо больше, чем в городе. И тогда это мотивирует, потому что в деревне жить сложнее. Вы же знаете прекрасно, и на словах, что в деревне нужно гораздо больше потратить времени для того, чтобы устроить свой дом, отопить его. Там никто не приходит, если у вас что-то случилось в доме, там какой-то сантехник в городе бежит, и ты вроде как защищен. А тут ты ничем не защищен. И ты, получается, один на один. Именно поэтому, кстати, сельским учителям, сельским врачам государство доплачивало в Советском Союзе дополнительные деньги. И они получали больше, чем в городе. Вот именно поэтому закрепление кадров на селе, помните, когда молодые специалисты приходили в советское время, им давали квартиры бесплатные, им давали подъемные. Да, компенсировали ЖКХ, да, услуги ЖКХ компенсировали. Именно поэтому государство в Советском Союзе, да и во всем мире, оно поддерживает фермеров, чтобы только они не ушли с земли. Потому что если они начинают уходить с земли, земля зарастает буревином. Ну, это, что такое земля? Это государственное достояние. Это то, что государство должно все время поддерживать. А оно бросило всех на произвол судьбы. И только когда мы с вами придем к власти, мы сможем сделать так, чтобы опять расцвели наши деревни, чтобы появилась мотивация, чтобы молодые специалисты оставались там, где они родились, они уезжали в город. Но это будущее, нам нужно добиваться того, чтобы мы стали жить лучше. Значит, сейчас мы на тупиковом пути, и только мы все это можем изменить, изменив власть. Так я поняла? Конечно. И любая политическая партия, а ее главная задача, это получение власти и через получение власти улучшение жизни населения. Если помните, в Советском Союзе у КПСССР был главный лозунг. Первое, что они хотели, это они хотели повысить материальное благосостояние тогда советского, а сейчас российского народа. Если благосостояние повышается, значит, мы на правильном пути. Сейчас благосостояние уменьшается, социальная защита уменьшается. То, что происходит сейчас, я думаю, по всей России, и у вас в том числе и в республике. То, что закрываются школы, больницы сельские, культурные мероприятия, клубы и все остальное, все сокращается. Как неэффективно, неправильно. Человек должен жить там, где у него все есть. И нужно возрождать. Помните, всегда говорили, что у Сталина пропал из деревни Кабак и церковь. Но зато появились библиотека, школа, детский сад, клуб. Вот точно. А сейчас произошел обратный процесс. Пропали школа, детский сад, клуб, библиотека, но появились Кабак и церковь. А у нас вместо церкви много буддийских храмов появляется. Ну, неважно, какая это религия. А ведь на самом деле никто не против религии. Но надо давать людям не только религию и, извините меня, магазин, а надо давать возможность людям отдыхать культурно, повышать свой интеллектуальный уровень, культуру массы. И я, кстати, понимаете, вот эта национальная культура, сегодня мы в Хакасии видели, как прекрасно поют люди на хакасском языке, как вот это вот то, что вот этот интернационализм, который присутствовал в Советском Союзе, он коммунистами всячески поддерживает. И нужно развивать, прежде всего, и национальные республики, но одновременно давать возможность выживать всем так, чтобы они не пытались уехать в город или, не дай бог, еще заграничку. Мы с вами имеем программу, у нас есть понимание, как это нужно сделать. Да, 10 шагов к власти. У нас есть такие люди, как вы, которые на самом деле готовы через... Нам будет сложно, понимаете, да? Нас закрывают, не дают нам общаться с избирателями, нас снимают с выборов, как только увидят, что какой-то сильный кандидат. А мы все равно добьемся своего. Да, все равно. Спасибо за беседу. Было очень интересно слушать вас. Спасибо вам. Давайте. Вместе мы победим. Вместе победим. Спасибо.